Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Сегодня мы начинаем брифинг с очень хорошей новости, особенно для тех, кто вместе со мной продавал американскую валюту, потому что доллар прямо сейчас снижается. Мы анализируем бакс вдоль всего широкого рынка и смотрим на инструмент индекса американской валюты. Итак вот, друзья, наша ближайшая цель, которая была необходима, чтобы мы ее сделали, для того, чтобы открылся путь для еще более глубокого оснижения. В частности, индекс доллара сейчас котируется на отметке 89.93. Мы дожали до этого значения, но расслабляться еще рано. Продолжаем следить за новостным фоном. Сегодня целый блок макроэкономической статистики по штатам. В частности, мы ждем статистику по заказам товара длительного пользования, по темпам экономического роста, ну и, конечно же, по заявкам на пособия по безработице. Не хочу принижать значимости отчета по ОВП и по заказам, но опыт прошлой недели показывает нам, что рынок довольно чувствительный сейчас к статистике по рынку труда. Поскольку Паул по итогам своего двухдневного, по сути, поступления четко обозначил ориентиры, на которые поглядывает регулятор, принимая решение о том, какими должны быть ставки и насколько амбициозной, агрессивной должна быть программа количественного смягчения. Это, безусловно, цели по рынку труда, по занятости и цели по индексу потребительских цен. Ранее на прошлой неделе провальный релиз по заявкам на пособия по безработице снова всем показал, что американская экономика буксует и без поддержки сектора труда, к сожалению, экономического роста не будет прежнего. Поэтому, если сегодня в очередной раз этот релиз разочарует, то я думаю, что реакция будет очень похожа на то, что мы видели ранее. То есть еще одна волна распродаж, еще один нырок и, соответственно, уже окончательное превращение поддержки 90 пунктов в сопротивление. Друзья, я считаю, что этот сценарий является самым вероятным. Я, как вы знаете, продаю доллар очень давно. Знаю то, что многие из вас критиковали мою позицию касательно продажи доллара. В то же время много раз я спрашивал, если у вас другая точка зрения, на основании чего вы, например, покупаете американскую валюту. Но вот, к сожалению, я никаких вразумительных доводов и комментариев не увидел. Исходя из этого, тоже делаю акцент на то, что все-таки большая часть из вас придерживается точно такой же позиции, как и я, видит системные причины для снижения курса доллара и не мудрит, когда на рынке развивается конкретный тренд. В данном случае это тренд на ослабление. У меня еще для вас хорошая новость, друзья. Не знаю, насколько ей стоит верить, ранее мы с вами касались темы мер экономического стимулирования, которые по комментариям лидера большинства в Сенате Шумера должны были быть предложены и утверждены в рамках Конгресса до 14 марта. Но вчера лидер Палаты представителей, то есть республиканцев, соответственно, которые создают трудности в прохождении этого документа, сделали заявление о том, что этот вопрос по новым стимулам будет рассматриваться уже завтра. Если это так, ну не будем особо сейчас чрезмерно радоваться, если все-таки каким-то чудесным образом решение вот так вот проскочит в средствах массовой информации раньше, чем мы предполагали, но тогда нужно быть просто заранее готовыми к тому, что доллар покажет еще большее снижение, потому что приток таких денег, как почти 2 триллиона долларов, должен привести только к одному логичному поведению американской валюты из-за рисков потенциального долгосрочного инфляционного давления, с которым доллар может столкнуться. Ну и, конечно же, основные все-таки катализаторы снижения баксов последние два дня – это риторика Пауэлла, который перед Банковским комитетом и перед, собственно, Палатой представителей подтвердил, что ФРС будет придерживаться мягкой экономической политики, приветствовал. И очень много, скажем, хорошего было сказано в адрес американской системы здравоохранения, которая эффективно сейчас борется с последствиями ковида, помогает населению, но экономике нужна также экономическая помощь, за которую ручается ФРС. Именно поэтому ФРС будет держать ставку на нулевой отметке и сохранит программу количественного смягчения. Как вы знаете, она сейчас составляет 120 миллиардов евро, точнее, долларов в месяц. И сроки действия этой программы, ну, как минимум, несколько лет. Предварительно ФРС, конечно же, хочет достичь полной занятости, которая была до пандемии, и выйти на долгосрочные целевые, в кавычках возьмем, показатели по инфляции, это выше 2%. И, кстати говоря, на вопрос о том, спровоцирует ли вливание денежной массы в больших объемах сейчас в экономику серьезный рост инфляции, Павл поспешил успокоить всех, что резкого роста инфляции не будет. Собственно, в ответ на это американский рынок долга начал снижаться доходности летних трежерис, и это оказало дополнительную поддержку продавцам американской валюты. В общем, друзья, сегодня ждем статистику по штатам, 16.30 по московскому времени. Заявки, я думаю, что разочаруют, по моему скромному мнению, мы увидим сегодня 850 тысяч новых обращений, и это как потенциальный триггер для снижения курса доллара. Завтра как раз об этой слабости поговорим. Золото продолжаем покупать, 1800, а в моменте цели 1850 не меняется. Европейская валюта против доллара уже практически на пороге уровня 1.22. Я вам говорил, что евро нужно покупать, используя для этого идеальный диапазон, там поближе к отметке 1.20, 1.21, 1.20. Возможно, кто-то из вас прислушался к моей рекомендации и вместе со мной находится в очень профитных сделках. Фунт против доллара 1.4163, коррекция была. Вчера, но вот что-то сегодня рынок снова выкупают. Друзья, я по-прежнему без сделок. Сити, кстати, рекомендуют покупать британца и дальше. С целями 1.43, Банков Америка видит уже ориентиры на уровне 1.45. Я считаю, друзья, что фунт может и вырасти дальше, но через коррекцию более глубокую. И пока не вижу оптимальных точек входа для того, чтобы попробовать поймать коррекционный откат, но думаю, что в последующие дни смогу найти и, соответственно, поделюсь с вами информацией. Нефть 66.25, вчерашний день, очередные многомесячные максимумы. И я снова подтягиваю отложку селл-стоп, потому что тоже хочу поймать коррекционный откат и здесь. Селл-стоп, сейчас сделка 63.50. Ждем следующую неделю заседание ОПЕК 3-4 марта, решение по росту нефтедобычи и отказ Саульской Аравии от одностороннего сокращения производства нефти, добычи нефти на 1 миллион баррель. Это негативный, разумеется, фон и фактор. Интересно будет понаблюдать, как отреагирует на это нефть. Но если все пойдет так, как должно пойти, рынок нефти начнет валиться. И вот тут как раз на выручку тем, кто хочет поймать вот этот коррекционный нисходящий импульс, придет отложка, которую я только что озвучил. Американский фондовый рынок, друзья, S&P 500, 3932 пункта. Мы снова в одном шаге от исторического максимума. И совсем чуть-чуть осталось до цели в 4000 пунктов. Доллар канадец, признаю, неудачная сделка. Из-за того, что нефть продолжает расти, канадский доллар не снижается. Но я пока ее не закрываю. Сейчас котировки 1.25. Раньше до нашего целевого ориентира было 150 пунктов. Сейчас фактически уже полтысячи пунктов. Придется, друзья, поработать с этой инвестидеей. Но прежде всего нужно дождаться снижения курса нефти. На этом, собственно, все. Хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok